привет ребята привет медведи хочу сегодня высказать свое личное мнение по поводу ситуации трагедии который произошел в одной из воинских частей где солдат срочник рамиль его зовут расстрелял 8 своих сослуживцев офицеров контрактников так далее и что началось началось значит дико его защита начали все кругом строить из него жертву это знаете я с чем сравнивают сравниваю как феминистки и им сочувствующие накинулись на то чтобы защищать сестер хачатурян делать из них жертв на самом деле по факту они есть убийцы никакие действия никакие обиды не могут оправдать убийство тем более убийство 8 человек тем более а убийство с было совершено с особой жестокостью тем более он еще ходил добивал контрольными выстрелами в голову тем более что там находился караул я сомневаюсь что все эти восемь человек и двое или трое раненых или сколько там человек раненых были все его обидчиками что все они ходили его пинали тем более тот кто служил в армии прекрасно понимает что если там среди пострадавших убитых есть его призыва ребята сомневаюсь что него тоже там обижали прямо и деды его обижали контрактники вы бежали и свой призыв его обижал офицеры его там обижали ой 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 он прямо всех собрал в карауле да когда была смена караула на караул вообще выдается оружие с боеприпасами два магазина 2 по 30 патронов да то есть это достаточно для того чтобы действительно положить гораздо больше людей так вот ребят этот человек никакая не жертва что еще очень многие говорят что его система загнала в армию сделал из него раба ребят этот человек который сам стремился в армию и он сам туда шел осознанно он занимался военной подготовкой этот рамиль значит учился в кадетском классе его отец бывший полицейский на пенсии его брат один полицейский его второй брат контрактник в армии то есть он прекрасно знал куда он идет что его ждет говорить о том что его туда забрали затащили силком нет это не прогадит парень осознанно шел в армию парень осознанно собирался оставаться на контракте парень все понимал прекрасно знал и не только из каких-то своих фантазий ну и даже из разговоров с братом я думаю и даже из в том поселке вагай по моему он жил до в принципе практически мой земляк из тюменской области вот я думаю что там тоже было много ребят которые служили и от которых он знал что происходит в армии как происходит в армии у парня тупо поехала крыша этот поступок никаким образом нельзя оправдывать не уподобляйтесь этим фемкам не делайте вы его из него жертву он если там и были какие-то обидчики то это может быть один два три человека из них но причем здесь остальные ребята причем здесь остальные за что он остальных расстрелял если тебя есть обидчики но выйди ты с ними поговорить с ними но если ты хочешь что-то сделать ну сделай это как-то более аккуратно но он стелил всех всех без разбора весь караул который там был тогда он всех их стелил еще не факт что караул бывает сводным да то есть не факт что в караул он заступал именно с ребятами своего подразделения возможно он был сводным это были другие подразделения где вообще не факт что его кто-то там обижал тем более мне очень мало верится что его уже обижали все кому не лень так хера ты туда перся в эту армию хера ты туда пошел если такой неуравновешенность такой слабый и у тебя с психикой не все в порядке если ты прекрасно понимал что тебя могут вывести так легко и просто тем более настолько короткий срок службы у него там сколько он летом призвался сейчас только 8 поэтому ребят не надо защищать этого мужчину это был женский истеричный поступок меня обидели и все я буду всех делать виноватыми всех расстреляю всех убил это поступок который не красит его как мужчину и не красит вас мужчин который его пытаются оправдать все ребят хорошего мне берегите себя думайте прежде чем что-то говорить пока